Доброе утро! Я в своем выступлении встречаю одной частной темы, поскольку теперь это прежде было, здесь можно выбрать тему актуальными, я хочу просто рассказать о том, как библиотеки могут служить утренитетники и сходщики-библиотеки. Я вам специально проживаю тему актуальными, парнями, парнями, шпики-библиотеки, и выявляю вас. Игорь Михайлович, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь. Значит, ну, коротко о основном к проблеме. Я для того, чтобы ваше или свое время просто буду тезисом говорить, потому что каждый слайд раскрывает. То есть, как известно, при создании статей википедии, ну, когда есть преломная истина для тех, кто является просто гостем, для тех, кто может быть что-то новое. Требуется ссылаться на авторитетные источники. То есть, статьи википедии на все расположены на авторитетных источников. То, что касается определения авторитетных источников, то можно просто обратиться к соответствующей статье правил википедии и, в соответствии с этими правилами, если прочитать, то наиболее авторитетным и в качестве примера является обзорная статья в уважаемом научном журнале. Значит, любой участник в википедии, редактор в википедии, и в том числе и со стороны читателя, должен быть как проверить информацию вложенную википедию. Это, в частности, одна из доступных, которые в университете источники должны быть доступны независимым читателям. Хотя, в общем-то, понятно, что они обязательно должны быть в сети интернет. Если речь не о книге, то как советуют правила википедии, то это нужно проверить, и есть эта книга в каталогах национальной гербератеке. Например, РТ, РТБ, РТБ, Гербератеки, как у меня США. Ну, понятно, что это не всегда выполнено, потому что печатные книги, мы не забываем, это редко, не надо знать, кто надо достать, и каждый человек, то есть проверив даже наличие этой книги в каталоге, вы не вполне можете быть уверены, что человек, редактирующий их книги, правильно процитировал какой-то страниц или какой-то источник. И в этом смысле, если книга, например, выложена в интернете, то не всегда может быть уверенным, что текст стал отличен, ну, истинной книге, и не является каким-то клоном к изменению. Понятно, что он где и более удобным авторитетным источником является источник, размещенный в сети интернет, доступный всем, ну, по крайней мере, почти всем. Ну, слово «почти» в данном случае говорит о том, что есть регионы, в которых такие источники, потому что недоступны, а в других регионах доступны. В частности, у нас сейчас существует реестр сайтов, ну, в общем-то, понятно, что это направлено на благое дело, но если продолжим тенденцию, ну, можно и на кибели, соответственно, например. Но, значит, ну, и еще главное, что отчетивается в тех же правил, что самостоятельный источник, то есть не каждый из таких источников является полиэтилем. Ну, сейчас, если что такое самостоятельные источники, почему они неприемлемы? Поскольку, в принципе, каждый человек может сдать книгу со своим собственным мнением и на основании этого утверждать, что он является специалистом в этой области. Ну, или то, что в дистипедии называется оригинальный исследовании, но при этом, конечно, в интернете существуют источники, которые вполне могут назвать авторитетами даже с самой здоровой точки зрения. Это сайты, помнившиеся авторитетом в соответствующих профессиональных кругах. В качестве примера, вот такого источника, я проведу сайт. Значит, здесь, оно указано в интернете, называется «Фундаментальная электронная библиотека русской литературы и фактёр». Значит, что это такое? Ну, филологи, которые здесь присутствуют, то они достаточно хорошо знают этот сайт или частный путь, можно для кого-то такое покровить. Это полнотекстовая информационная система произведения русских советств, библиографии, научные исследования и источники по библиотеческим работам. При этом там гарантируется, составители гарантируют аутентичность изданных книг. То есть, вы можете ссылаться на неё, как на книгу. То есть, цитата дана постналично. Основное задержание фундаментальной электронной библиотеки – это одно посвящено каждому отдельному автору, жанру или произведению. Особенностью её – это точность предоставления касания информации системы сформирования, развитые средства манифигации поисков. Вот эта заглавная страница этого сайта. Значит, я потом позже расскажу, почему не на качестве примера его привёл. Вот этот сайт пользуется авторитетом, в руках филологов, и на него часто ссылаются. Другим, как пример такого авторитетного источника, размещенному сетям, можно привести сайт архивов Российской Академии Науки. Вот теперь приведён адрес документации этого сайта. Вот эта заглавная страница этого сайта. Следующая. Например, на такой странице размещена документальная информация. Эта страница указана к 90-летию со дня высылки из СССР в учёты. Здесь приводятся фотографии и архивные данные. То есть, по сути говоря, любой человек, пишущий на тему истории, может обращаться с этими источниками так как с авторитетными источниками. Следующая страница. В качестве другого примера авторитетного источника, уже касающегося системы библиотеки, в которой такое сейчас конференция, можно привести создаваемую в библиотеке электронную библиотеку Российской Академии Образования. В данном случае, в конце года она должна быть опущена. Сейчас существует её прототип, но и демонстрационник, который наступает на любому человеку. Но, в принципе, почти только когда я говорил о ЭФЭК, тот же коллектив, который создавал эту электронную библиотеку, и этот же коллектив создаёт, ну, практически те же люди создают эту библиотеку. Поэтому, в этом смысле, создаваемая электронная библиотека Российской Академии Образования, она также может являться в той же мере авторитетным источником, что и та библиотека электронная, которая была ранее. Ещё пример такого источника, таких источников информации, которые можно назвать авторитетами, размещены на сайте библиотеки Мюшинского... Не, нет, на самом деле, не включайте. Значит, на полу этому адресу. На следующей странице будет фрагмент главной страницы. И вот здесь видно, что при переходе с главного меню проекта видно два проекта. Проект библиографической энциклопедии и проект азбуки бухгалей, и где-нибудь для чтения. Вот о них я сейчас хочу рассказать. Пожалуйста, следующий проект.